Всем привет! Вы на канале, где обсуждаются последние события фигурного катания. Камила Валеева выходила на произвольную программу второго этапа Кубка России в ранге безусловного фаворита. У нее был сильный технический набор и преимущество в 10 баллов над главной конкуренткой Александрой Трусовой. После короткой программы было много разговоров о судействе. Далеко не все были согласны с таким уверенным лидерством ученицы Этери Тутберицы. Произвольные судьи также дали понять, что Федерация фигурного катания России очень рассчитывает на Валееву. Несмотря на не самый удачный прокат, ей выставили баллы, близкие к личному рекорду. Сама Камила впервые за долгое время выглядела растерянной и несобранной. Удивилась даже Татьяна Тарасова. Первую битву Струсова фигуристка проиграла. «Ее сегодня немного колбасило, непривычно было», – сказала в эфире Первого канала Татьяна Тарасова о Валеевой. В результате она очень сильно упала, летела убиваться с первого четверного. Напряженность на лице Камилы еще во время утренней тренировки не сулила ничего хорошего. Тогда она уверенно откатала программу с двумя четверными тулупами, но волнение чувствовалось даже на видео. Выйдя на лед мегаспорта, она и вовсе растерялась. На шестиминутной разминке перед стартом большую часть времени просто ездила от борта к борту и неохотно пробовала ультра-си. В последний раз такую Валееву мы видели больше года назад, на первом для нее этапе юниорской серии Гран-при в Куршевеле. Этот год должен был стать для Камилы вторым и последним по юниорам. Но из-за пандемии коронавируса юниорские международные старты отменили и самых талантливых отправили соревноваться со взрослыми на этапах Кубка России. Если раньше о катании Камилы говорили исключительно в комплиментной манере, то после космических 85,10 баллов за коротку многие взглянули на ее прокат критическим взглядом. «Пора бы уже начать замечать ошибки не только у тех, кто не у Тутберицы», – написали в одном из фанатских аккаунтов в Инстаграме. Что важно, эту запись репостнул официальный аккаунт Федерации фигурного катания России. Но больше всего негодовала Яна Рудковская. «Времена сейчас другие, пора бы уже адекватные баллы спортсменам ставить», – написала она в своем Инстаграме. Камила, конечно же, не виновата в чересчур теплом отношении к ней от судей, но вряд ли ей было приятно, что после объявления ее фамилии был слышен свист, а болельщики выступали с баннерами «Я, мы, честное судейство». В результате Камила развалилась с первого же прыжка. Она упала с первого четверного тулупа, смогла вытащить второй квад, но завалила два тройных лутца. С первого упала, второй приземлила на две руки и не смогла прыгнуть второй прыжок в каскаде. Одной из причин ошибок могли стать проблемы с коньками. Перед прокатом Валейва несколько раз подъезжала к бортику и показывала тренером на свои коньки. В таком случае сам факт исполненной программы уже геройство, но вот только подтверждений этой версии нет. Сама собой Валейва была очень недовольна. «Упасть тройного лутца – это вообще не для уровня мастеров», – сказала Валейва в интервью Первому каналу. Как только Камила сделала завершающее движение произвольной, она понуро посмотрела на лед и без энтузиазма поехала к бортику. Тут Беридзе с Данилом Глихенгаузом и Сергеем Дудаковым как могли старались ее поддержать, но безуспешно. Она как могла держалась на камеру, но все же расплакалась в объятиях тренера. Валейву можно понять – это первое поражение Камилы за два с лишним года. В последний раз она была 2 февраля 2019 года, когда уступила Софье Самодилкиной из ЦСКА. Еще дольше не знала поражений и школа «Самбо-70». Фигуристки из «Хрустального» в последний раз проигрывали в январе 2019-го, когда Алина Загитова на чемпионате Европы стала второй, а выиграла Софья Самодурова из группы Алексея Мишина. И Самодилкина и Самодурова в результате не смогли добиться того же успеха, как Загитова и Валиева. Но эти локальные поражения как для Алины, так и для Камилы во многом стали определяющими в дальнейшей карьере. Загитову и Валиеву часто сравнивают и у них действительно много общего. Рано заблестали на мировом уровне, начинали заниматься фигурным катанием в Татарстане. Важным отличием Камилы считали ее стойкость и уверенность в себе, но на самом деле это не совсем так. До перехода Катери Тутберидзе Валиева часто ошибалась и срывала прокаты. Именно нестабильность в результатах не позволяла ей показывать свой талант в полной мере до начала тренировок в «Самбо-70». Несмотря на неудачный прокат, Валиева получила хорошие баллы – 233,70 баллов. Это близко к личному рекорду фигуристки на международном уровне. Пять баллов из них – это бонусные очки из обращения и четверной. А Валиевой нужно потихоньку привыкать к повышенному вниманию к своей персоне, пусть и не всегда приятному и доброжелательному. Статус звезды – это не только приглашение на ужин с семьей Пабло Пикассо и подарки от поклонников, но и хейтеры. Поэтому желаем Камиле Валиевой стойкости, упорства, уверенности. Ведь ее талант уникален, и я желаю ей только побед. Субтитры создавал DimaTorzok